Письма счастья удерживают от нарушений на дорогах. Благодаря фото- и видеофиксации аварийность в республике снизилась на 14%. В ГИБДД подвели итоги года. Спасибо за победу от самых маленьких. Дети и сироты представили праздничную программу ветеранам Великой войны. Награды из рук олимпийцев и чемпионов мира. Школа бокса имени Гайдарбекова чествовала лучших спортсменов и в трене. Количество аварий в республике снизилось, сократилась и смертность на дорогах. В ГИБДД подвели итоги прошлого года. Однако не все результаты вызывают оптимизм. Из-за многочисленных нарушений как среди водителей, так и среди пешеходов, в городе по-прежнему основную массу ДТП составляют наезды на людей. Количество транспортных происшествий по причине выезда на встречную полосу составляет 47% от общего числа аварий. Ситуация все еще остается тяжелой, однако благодаря фото и видеофиксации аварийность на дорогах снизилась на 14%. При этом сотрудники напомнили, что камеры должны быть обозначены табличкой и дорожным знаком. Количество погибших на дорогах республики также сократилось на 20 человек по сравнению с прошлым годом. Кроме этого, на собрании обратили внимание на обновление светофоров на проспекте Расула Гамзатова и новые правила регистрации госномеров. В соответствии с новым законом о регистрации, теперь граждане республики Дагестан, регистрировав свой транспорт, имея постоянную прописку в республике, всегда получают 0,5 регион. При ближайшей перерегистрации такого транспортного средства, даже при желании сохранить за собой предыдущий номер, такая возможность отсутствует. То есть, если вы гражданин республики Дагестан и постоянно прописаны, даже если вы будете регистрироваться в Москве, в Санкт-Петербурге, в Тюмени, на Урале, на Дальнем Востоке, вы все равно получите государственный регистрационный знак со знаком с обозначением 0,5 регион. Прокуратура Дагестана выявила более 20 призывов к экстремизму в сети за год. По 7 из них возбуждены уголовные дела. По информации ведомства, ведется постоянный мониторинг публикаций в интернете. В прокуратуре реагируют на сообщения о публикациях, содержащих публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Систему выдачи детского молочного питания в Хасавьорте пытаются улучшить активисты ОНФ республики. Жалобой на слабую организацию работы к ним обратилась местная жительница. Женщина рассказала, чтобы получить детское питание, мамам приходится выстаивать многочасовую очередь. Активисты Народного фронта выяснили, что такая ситуация образовалась по причине того, что программное обеспечение было установлено только на одном компьютере. Операторы не справлялись с наплывом посетителей. ОНФ предлагает наладить график закупок таким образом, чтобы поставки детского питания в поликлиники производились ежемесячно, не раз в год. Установить программное обеспечение как минимум на четыре компьютера и по возможности выделить необходимый штат работников. Свои предложения активисты направили в Минздрав республики. Более ста человек обследовали в день открытых дверей в республиканском ункоцентре. На этот раз акция была направлена на профилактику и раннюю диагностику заболеваний щитовидной железы. ЗОП удалось выявить у 60 образившихся у одного подозрения на рак щитовидной железы. После консультации специалиста без направления и совершенно бесплатно пациенты прошли УЗИ, рентгенографию, сдали кровь на гормоны щитовидной железы. Некоторые также прошли пункцию на онкоцентологию. День открытых дверей в республиканском онкологическом центре традиционно проходит последнюю субботу месяца. Приехала с Каспийска, услышала об этой акции. Спасибо всем докторам, которые свои выходные работают на благо нашего народа. Я в Дербенский район пришла, онкологическую больницу, без ничего, паспорта, страховой, ничего не было, пустой рукой смотрели, УЗИ сделали, ничего не взяли. Сегодня какой интерес проявляют жители нашей республики для того, чтобы пройти эту акцию в удобное для них время, в субботний день. Она направлена прежде всего на выявление предопухолевых опыльных заболеваний рака щитовидной железы. С учетом того, что у нас эндемически неблагополучная зона, могли начать своевременное лечение, для того, чтобы это не переросло в злокачественное новообразование. Воспитать чувство ответственности за судьбу старшего поколения на живом примере. Именно с такой целью представители АЗС «Оригинал» организовали встречи учащихся школы-интерната для детей-сироты и детей, оставшихся без попечения родителей, с подопечными дома для престарелых и инвалидов-ветеран. Мероприятие было приурочено к 75-летию Великой Победы и Дню снятия блокады Ленинграда. Вот она, живая связь поколений. С одной стороны, молодежь, те, у кого вся жизнь впереди и большие планы на будущее. С другой, пожилые люди, повидавшие многое и имеющие бесценный жизненный опыт. Молодежь проявляет почет и уважение, слушается в жизненной истории стариков. Воспитанники школы-интерната для сирот попытались своим вниманием скрасить будни подопечных дома-ветеран. Пели для них песни, читали стихи и даже устроили танцы. Это их первое знакомство. И, судя по радостным лицам, можно сказать, что оно оставило самые положительные эмоции. Не столько они нам нужны, сколько мы им нужны. Для того, чтобы хоть что-нибудь, хоть капельку что-нибудь им передать. Потому что у нас буквально у всех же опыт очень большой. Жизнь прожили. Я, например, здесь, в Дагестане, с 47-го года. Кадежат Курбанова – ветеран Великой Отечественной войны, прошедшая через тяжелейшие испытания военного времени. У нее девять внуков и шесть правнуков. Но и любых других детей, пожелавших навестить ее, встречает как родных, с любовью и теплотой. В наши дни такие люди, как Кадежат Курбанова, уже стали живым доказательством Великой Победы. Эта встреча – еще одно доказательство того, что молодым людям не безразлично прошлое их страны и их предков. Такие встречи заставляют ценить и уважать старшее поколение, помогают сберечь важные жизненные ценности. Очень важно посещать таких людей, потому что они тоже живут на этом свете. Мы должны быть им благодарны, мы очень любим их, низким поклонным за все, за то, что они есть вообще. Очень рады посетили, да, очень интересные, веселые люди. Все равно надо посещать такие места, посещать таких людей, потому что они же тоже люди, они тоже будут рады этому. Чаще будем проводить такие мероприятия, более концертные, более веселые, более оживленные. Но сегодня чуть-чуть получилось грустно, и детям первый раз чуть эмоции не могли, и ветераны наши не могли эмоции держать. Но в дальнейшем будем проводить более веселые мероприятия. Стоит отметить, что встреча была организована руководством АЗС «Оригинал» и приурочена к 75-летию Дня Победы и ко дню снятия блокады Ленинграда. Главная цель послам организаторов – оказать внимание пожилым людям и привить подрастающему поколение чувство патриотизма и уважения к старшим. Этот год ознаменуем тем, что 75-летие Великой Отечественной войны – это очень знаменательная дата для нас. Мы чтим и помним подвиг наших отцов, наших дедов, и мы очень надеемся, что мы будем достойно чтить и память о них, и их честное и светлое имя. И также этот день мы хотели бы связать со вчерашним, 27 января, это снятие блокады города Ленинграда. Это было тяжелое время для наших отцов, и мы хотели бы внести от себя какую-то лепту, встретившись с нашими ветеранами, с нашими старцами, внести в их сердце какую-то радость, чтобы они знали, что их помнят, их любят. Ознакомиться с работой кинологической службы смогли учащиеся колледжи и вузы в республике. Сегодня прошла акция «Студенческий десант», организованная МВД России. Работники провели для ребят экскурсию по территории, рассказали об истории развития служебного собаководства, применении животных в различных службах, от поисковых до караульных и спасательных. Студенты смогли увидеть, как работают служебные собаки на практике, ищут запрещенные вещества и даже задерживают условного преступника. Часто проходят студенты с разных вузов, для того, чтобы посмотреть, как проходит наша служба, как готовят служебных собак в центре. И мы проводим беседы для воспитания молодежи. Здесь узнали, как работают кинологи, какая суть их основная является в работе. То, что в городе мы видим этих собак, не знаем даже, что они из себя представляют. И к новостям спорта. Школа бокса имени Гайдарбека Гайдарбекова чествовала лучших спортсменов и их тренеров. Награды десяткам лауреатов вручали олимпийцы и чемпионы мира. Тему продолжит Курбан Рагимов. Награды нашли своих обладателей. 2019 год выдался для этих боксеров насыщенным. Десятки проведенных поединков, подготовка в зале, выезды на сборы и на турниры. Пришло время пожинать плоды своего труда. Лучшие спортсмены и тренеры награждены памятными кубками и денежными премиями. В минувшем сезоне воспитанники школы бокса имени Гайдарбекова завоевали медали на молодежном первенстве России и на престижных международных турнирах. Поддержать ребят и обратиться к ним с напутствием пришли именитые дагестанские боксеры, а также представители Миниспорта и Муфтеатра Республики. Для нас самое важное – это воспитание. Остальной результат, если что ждет, она все равно придет. Это, как говорит наш министр, Валерий Сумич всегда говорит, кем бы ты ни был, если ты человеком не стал, никому твой успех не нужен. Это самое важное качество – благородность, человечность. Это для чего мы стремимся сегодня. Вы как бы лицо для нашей республики, когда выезжаете за проделы. В этом плане мы должны показывать пример нашей чистоты, нашей культуры, нашего Дагестана. Мы сегодня говорили, там орла, имам сказал, мы говорили, орла, на самом деле мы орлы, все спустились с гор, многие спустились с гор, не видели ничего хорошего, не видели, мы спускаемся, здесь тренируемся, достигаем успехов в этом плане, мы не должны забывать, откуда мы. Спорт закаляет характер, воспитывает силу воли. Об этом и многом другом говорили в ходе мероприятия. Организаторы уверены, что такое чествование и даже простое общение с живыми легендами спорта станут для молодежи дополнительным стимулом стремиться к высоким результатам в жизни и в спорте. Как признаются сами приглашенные, получать наставления от выдающихся спортсменов для них в свое время было большим подарком судьбы. В наше время, когда мы занимались, когда к нам зал, даже не то, что чемпион мира, там просто чемпион в Европе или кто-то там заслуженный такой приходил, для нас это была большая честь. Для нас это, мы не знали, как себя даже в зале вести себя, не знали, как. Нам в зале можно было сказать, можно было слышать, что муха летит, как говорится, муха летит. Вот такое внимание у нас для того времени был, стимул такой. Школе бокса ровно 8 лет. За этот короткий срок норматив мастера спорта России выполнили более 20 воспитанников. Есть медалисты первенства Европы и других турниров. Развитие идет успешно. Для многих является большим названием, с большой честью, чтобы тренироваться именно в этой школе. Школа Гайдарбекова. Школа Гайдарбекова показывает большие результаты. У них есть филиалы по всей республике. Около пяти филиалов, как я знаю. И все филиалы, начиная от Чарады, заканчивая Гильбахом, все филиалы показывают хорошие результаты. Как не только по юношим, так и по взрослым. Большие планы у спортшколы и на весь 2020-й Олимпийский год. Также в этом сезоне спортсменам предстоит бороться за путевки на первенство Европы и мира. Курбан Рогинов, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Это были все новости. К этому часу еще больше информации ослеживайте в наших социальных сетях. С вами была Хадижа Курбанова. До новых встреч.